МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О том, что произошло на этой неделе в Самарской области, расскажу вам я, Евгений Далгих, итоги губернии, глазами наших корреспондентов. С космодрома Восточный удачно стартовала самарская ракета-носитель Союз-2.1а. За первым запуском с новой стартовой площадки следил весь мир. На приуженном утро 28 апреля выдалось и в информационном центре РКЦ «Прогресс». Сюда поступали данные телеметрии с первой секунды после старта. Наши корреспонденты стали свидетелями живой истории. 15, 10, 5 минут до старта в зале полнейшая тишина. Ответственность колоссальная. Ведь в 7 тысячах километров от Самары, с Восточного, вот-вот стартует созданная и модифицированная на прогрессе ракета-носитель Союз-2.1а. Напряжение к тому же добавило ожидания. 27 апреля автоматика дала сбой пуска и его отложили на резервные сутки. И вот снова звучат команды диктора. Ключ на старт, продувка, дренаж. Пуск. Большин секунд прошел контакт с подъемом. И из центрального и боковых блоков ракеты-носителя вышли на режим главной ступени тяги. Ракета превращается в светящуюся точку, а на экране отображается траектория полета. Через две минуты по плану отделяется первая ступень. Еще через две – головной обтекатель. Спустя 8,5 минут разгонный блок «Волга» – тоже детище прогресса – отходит от третьей ступени. Головной блок составит блока обвинения «Волга» номер 006 космическим аппаратом Михаила Ломборцевым, опытно-технологическим малым космическим аппаратом АЭС-2Д, автономным модулем научно-технической аппаратуры «Контакт» на спутник, выведен на замкнутую орбиту. Репортаж окончен. Для нашего предприятия – это четвертый космодром, на котором мы, думаю, долго-долго будем работать. Спасибо большое. Поздравляю вас. Всего хорошего. Помимо прогресса, свой вклад в общее дело внес завод «Кузнецов». Там изготовили двигатели первой и второй ступеней. На те же «Маши» разработали оборудование для стартового комплекса. «Энергомаш», завод «Пластик» и, конечно, «Объединенный Самарский университет» тоже внесли свой вклад. Всех работников отрасли с успешным запуском поздравил губернатор. Сердечно поздравляю все трудовые коллективы и ветеранов предприятий авиакосмической отрасли Самарской области с историческим событием – первым пуском ракетоносителя «Союз-2.1А» с космодрома «Восточный». Это выдающееся достижение еще раз показало, что главные вехи развития российской космонавтики связаны именно с Самарской землей. Для «Союзов» это 1860-й запуск. В новой модификации – усовершенствованная бортовая электроника. Серебряно-цинковые батареи заменили на никель-кадмиевые. Ракетное топливо экологически чистое. Еще из новшеств. Мобильная башня, под которой работали специалисты, она же укрывала ракету от непогоды. Год назад из РКЦ «Прогресс» в Амурскую область было доставлено технологическое оборудование. В начале года начались испытания с ракетоносителем и спутниками, которые продолжались вплоть до последней предстартовой недели. Это колоссальное количество инженерных и технологических систем. 46 новых комплектов контрольно-проверочной аппаратуры. 23 на стартовом комплексе. Мощнейшая сеть кабельная. Все это необходимо было увязать, разработать, спроектировать. Можно говорить много об этой машине, но главное, что делают – это делают люди. Каждый из которых вошел в историю русского космоса. Телекомпании «Губерния» тоже выпала честь быть причастной к ней. О памятном событии напомнят эти знаковые сувениры от руководства «Прогресса». С запуском первого в России гражданского космодрома начался новый этап в истории отечественной космонавтики. Во многом потому, что уже успело вырасти новое поколение работников отрасли. Так, «Союз» выведет на орбиту три спутника – «Ломоносов», «Самсат-218» и «Аист-2Д». Два последних созданы при участии самарских студентов и аспирантов. И перед космическими аппаратами стоит целый ряд научных задач. Нина Ванина, Александр Каракулько. Новости губернии. Коммуналку сдали на отлично. Заместитель министра строительства и ЖКХ России, а по совместительству главный государственный жилищный инспектор страны, осмотрел очистные сооружения Самары. Пообщался с жителями и оценил качество капитального ремонта. Итоги визита в сюжете Николая Козлова. Первая точка – городские очистные и канализационные сооружения. Здесь стоки мегаполиса подвергаются механической очистке, химическому и биологическому обеззараживанию. Объект построен в 70-х годах прошлого века и за 40 лет практически полностью выработал свой ресурс. Сейчас здесь идет масштабная реконструкция, которая стала возможной благодаря государственно-частному партнерству. Очистные сооружения – это вообще глобальный объект для всех городов, тем более для городов-миллионников. И в этом году я впервые на очистных сооружениях, которые реконструированы в городе-миллионнике. И очень здорово, что это сделано в Самаре, и очень важно, что это сделано за счет привлечения частных денег. Потому что понятно, что бюджетных возможностей для модернизации таких масштабных объектов их фактически нет. Андрей Владимирович Чебис является и главным государственным жилищным инспектором России. В этом качестве он пообщался с жителями Самары, которые пожаловались на низкое качество коммунальных услуг в отдельно взятом доме. Кроме того, он посетил товарищество собственников жилья «Союз». Это примонт. Как у вас вы сделали? Ну, пока примонту сделали. Значит, тепловозно переварили, крышу сделали, полипропилен на горячую холодную воду поставили. В 2004 году я уже успел отопление поменять на сталь на хорошее, тогда не было полипропилена. Значит, по подвалу канализация вся, ливненка вся сделана у меня. Вот. Ну, хорошее у меня осталось. Само, делается благоустройство дворей. В каждом доме можно это делать. И это еще раз показывает, что у нас много добросовестных собственников, у нас много добросовестных людей, которые работают в жилищно-коммунальном хозяйстве. Причем вот простых людей, простых там председателей ТСЖ, жилищно-строительных кооператив, которые делают наши дома удобней, безопасней. В ходе визита побывали и на объекте капитального ремонта. Ровно год назад в рамках областной программы тут отремонтировали фасад. И работы по капитальному ремонту, а в регионе в этом году планируют привести в порядок около двух тысяч домов, тоже можно назвать успешным примером реализации государственно-частного партнерства в отдельно взятом регионе. Если брать общую ситуацию и в социальной сфере, и в экономике, то мы в тройке лидеров в стране после Москвы, Петера, Самара. У нас сегодня вкладывается 12 миллиардов рублей частных денег в условиях, в рамках подписанных соглашений. И эти соглашения, еще раз хочу сказать, мы сейчас готовим несколько соглашений в том числе в ЖКХ. Эта тема будет очень активно двигаться. По итогам 2015 года в целом по стране рост платы за жилищно-коммунальные услуги составил 4,9%. Это существенно ниже инфляции. То есть самая стабильная отрасль сегодня, в том числе с точки зрения платежей, это жилищно-коммунальные услуги. И просьба не поддаваться на разного рода провокации, когда говорить, а давайте заморозим тарифы на 5 лет вперед. Ну вот так мы города с вами заморозим. Благодарю Николаю Ивановичу за ту работу, которую он проводит. У нас Самарская область является примером по многим показателям. И по теме капитального ремонта, и по теме государственно-частного партнерства. Именно поэтому совещание по вопросам развития государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ по Павловскому федеральному округу проводилось в Самаре, в которой есть чему научить коллег из других регионов. Николай Козлов, Александр Ерофеев, Новости губернии. Три четверти всех инвестиций «Шнедер Электрик» в России будет направлено в Самарскую область. Речь об этом шла на встрече представителей компании с губернатором. Бизнесмены планируют вложить в регион 3 миллиарда рублей. Говорят, что санкции и экономическая обстановка их не пугают. Пришли в область надолго. О перспективах в нашем материале. Гости утверждают, для них Самара уже как дом родной. Компания активно развивается в регионе. Уже открыт международный инжиниринговый центр. Он объединил около 300 инженеров и конструкторов компании. Вовлечен во всероссийскую и международную исследовательскую деятельность «Шнайдер Электрик», в состав которой входит самарский электрощит. На предприятии особое внимание уделяется вопросу импортозамещения. В этом году будут внедрены новые технологии. В мае 2015 года началось строительство завода трансформаторов с сухой изоляцией. Мы заинтересованы крайне в трансформаторном заводе. Он был как можно быстрее там построен. Это крупное производство, насколько мы понимаем очень. Что касается основной площадки, тоже, видимо, придется какие-то вещи модернизировать. Вице-президент признается, приятно поражен качеством работы сотрудников их компании в Самаре. Французы сделают все, чтобы эффективность труда росла и дальше. Скупиться, несмотря на санкции и экономическую обстановку, не будут. Говорят, что Россия входит в топ-5 рынков, особо важных для компании. В 2016-м Шнайдер Электрик готов инвестировать 4 миллиарда рублей. Исключительная роль у Самарской области. Из этих 4 миллиардов рублей, 3 четверти, то есть 3 миллиарда, мы собираемся выделить именно на развитие наших мощностей в Самарской области. Я говорю это для того, чтобы показать вам значимость Самарской области для всего Шнайдер Электрик. И мы тут собираемся реализовать амбициозные проекты. Мы хотим, чтобы Самарский Электрощит стал лучшей компанией, которая существует внутри группы Шнайдер Электрик. Представители Шнайдера Электрик подчеркивают, пришли в Самару надолго и хотят, чтобы бизнес развивался. Это даст плюс не только предпринимателям, но и региону. Новые рабочие места, большее отчисление в бюджет. Идет речь на встрече и о подготовке кадров. Глава региона рассказал о создании Гагарин-центра. Уже работает национальный следовательский университет имени академика Королева. Скоро в его состав войдет и экономический. Совет по повышению конкурентоспособности российских вузов прогресс университета оценил. Сейчас он в первой десятке страны. Задача к 2020 году пойти в топ-100 мира. В Самаре также уже образован опорный вуз. Это, можно сказать, второй эшелон в системе высшего образования. В этой категории областной центр представлен объединенным политехом с архитектурно-строительным университетом. Идут работы по созданию также опорного вуза в Тольятти. Этим всем людям будет дополнительно оказываться в ближайшее время достаточно большая государственная поддержка, чтобы подтянуть их и компетенции, и уровень, и приблизить к реальным производственным площадкам, исследованиям. Губернатор пообещал французам, что и дальше правительство будет оказывать всестороннюю поддержку. Присутствует такой компанией в области и говорит об ее инвестиционной привлекательности. Бизнесмены, когда приходят в регион, оценивают многие аспекты. Это и поддержку власти и людьми, географическое положение. Ольга Павловская, Алексей Вермискин. Новости губернии. К другим темам переделать за свой счет. Качество ремонта московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Керва проверил губернатор. Замечаний много. На дороге за короткий срок образовалась колея. Ливневой канализации своей функции не выполняет. К строительству развязок тоже есть вопросы по поводу сроков. Виталий Портнов обо всем подробнее. Дороги дороги, особенно если приходится несколько раз переделывать. Все дефекты подрядчики обязаны устранять за свой счет. Несмотря на дождь, губернатор проверил качество проведенной реконструкции московского шоссе. Нареканий от автолюбителей много. Почему основная вода уходит дальше, они не забирают. Ведь потом будем думать, почему наши дороги разваливаются. Они бы здесь немножко неправильно сделали, некачественно не продумали, в другом месте. И пошло. Куда она дальше пошла? Размер лужи подрядчик оценил сам Николай Иванович Меркушкин, подчеркнул. Ливневку придется переделать, а проверять будут вручную. Будете вручную делать. Будете таскать воду. Сами таскать воду, наливать. И посмотрим, как будет уходить. Если вы не сделаете. Участок московского шоссе от улицы Мичурина и до проспекта Кирова глава региона проехал на машине. Претензии есть и по качеству уложенной плитки, и устройству газонов в скверах. Губернатор генпатриатчику поставил жесткие сроки на устранение всех дефектов. Несколько дней. Если не будет ясности, не будет предложений, ограничить максимально. Максимально ограничить. Оставить какой-то участок и пусть доделаем. А остальное передать другим. И оставить его из куска хлеба. При строительстве использовали щебеночно-мастичный асфальт на полимерных битумах. По качеству он держится дольше. Но верхний слой московского шоссе начал стираться. Чтобы точно выяснить причину, были взяты пробы и отправлены на экспертизу. Проверяли и лабораторию загоняли. Останавливали на перекрестках, и на перекрестках нагрузки больше. Да. Значит, она не выдерживает нагрузки. Почему? Мы разберемся, исправим дефекты, которые есть. Ну и впредь этого мы не допустим. Результаты будут готовы в мае. Глава региона подчеркнул качество работ. Проверит еще раз. Много вопросов и по строительству развязок. Длина одной на пересечении с проспектом Кирова составит 450 метров. Часть основания уже готова, но работы идут с отставанием. Причина в перекладке коммуникаций. Их протяженность 19 километров. Затем построят дублеры и съезды, чтобы продолжить строительство тоннелей. Вторая развязка будет на пересечении с Волжским и Ракитовским шоссе. Мы по просьбе губернии выехали сегодня. Были обращены граждан на мехзаводе ликвидации подземного пешеходного перехода. Сохранить существующий подземный переход невозможно. Рядом буквально 20-30 метров будет светофор регулируемый. И надземный пешеходный переход будет зебра. Реконструкцию Московского шоссе должны завершить в декабре 2017 года. Продолжаются работы на Новосадовой, строится Фрунзенский мост. Уже в мае приступят к ремонту 27 городских улиц. Общий объем дорожного фонда 11 миллиардов 200 миллионов рублей. Еще 5,5 миллиардов будет направлено из федерального центра в рамках подготовки к Мундиалю. Виталий Портнов, Андрей Авдеев, Алексей Вельмискин. Новости губернии. 3D-трансляция, традиционный парад, бессмертный полк, торжественное клятво школьников и студентов и в завершении 30 салютных залпов. Самара готовится отметить 71-ю годовщину Великой Победы на уровне юбилея. Как обещают организаторы, символичных моментов будет много. Наши корреспонденты узнали подробности. Тысячи школьников и студентов области на площади Слава в Самаре после официальной церемонии возложения цветов к вечному огню перед ветеранами произнесут клятву патриота в рамках масштабной акции «Памяти героев будем достойны». Сейчас на территории Самарской области проживают чуть менее 3300 участников Великой Отечественной войны. И вот как раз именно перед лицом вот этих героев школьники, студенты дают своеобразную клятву, которые они обещают быть достойными примера тех, кто 71 год назад ценой своей жизни, в общем-то, отстояли право и нас, и вот этого молодого поколения на жизнь. В этот же день, 8 мая, в 17 часов на больших экранах начнется трансляция документального фильма «Запасная столица». В этом году исполняется 75 лет с того момента, когда город Куйбышев на время войны стал центром страны. Под песней военных лет большого сводного хора «Взрывы и разрушения цеха заводов» на здании областного правительства. В 22.00 впервые в Самаре начнется уникальное 3D-представление. В рамках всероссийской акции «Вспомним всех поименно» будет названо 216 900 фамилий тех, кто не вернулся с фронтов войны. Тысячи людей с помощью телефонов и фонариков зажгут общую свечу памяти. Главный вопрос – безопасности. Будет ограничено движение по нескольким улицам. Попасть на площадь можно будет через металлоискатели на контрольно-пропускных пунктах. Я прошу это учитывать, приходить пораньше, учитывая работу этих аппаратов. Одна рамка работает, примерно пропускает сейчас 200 человек. Брать с собой, не брать с собой металлических предметов, колечережных предметов, лишних каких-то предметов, чтобы не было никаких проблем при похождении через эту рамку. В 10 утра 9 мая на площади Куйбышева начнется Парад Победы. И репетиции уже идут. Генеральная пройдет 7 мая в 10 утра. Посмотреть может каждый житель города. В этом году стройным маршем пройдет 2073 военнослужащих. Не только Самары, но и соседних регионов. Будет задействовано более 70 единиц боевой техники. Времен Отечественной войны и современной. Впервые самарцы увидят российский бронеавтомобиль «Тигр», зенитный и ракетный комплекс «Оса». Мы еще привезли с Оренбургской области бывую машину пехоты. Там 4 единицы пойдут. Пойдет зенитный комплекс «Оса», которых некоторое время не было. Они до этого были на площади, но потом... Ну, С-300 традиционно тоже будет, 76-й дивизии ПО. А остальное в том же... и танки, и БТР, и новые модификации 800, и 80-е. Все это будет представлено. Запланирован и пролет авиации. Закончится праздник большим салютом. Он начнется в 22.30 после обращения губернатора. 30 залпов в течение 10 минут. Организаторы предупреждают. Из-за ограничений движения необходимо заранее строить маршруты и следить за информацией. Виталий Портнов, Дмитрий Столяров. Новости губернии. На этом у меня все. Новая неделя, новые события. Подведем итоги ровно через 7 дней. С вами был Евгений Долгих. Удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова